В Астане продолжается суд над Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. Мы об этом поговорим сегодня в выпуске, расскажем, чем запомнился этот судебный день. Но начать мне хотелось бы сегодня с Уральска. Пока в Астане продолжается громкий и, безусловно, важный судебный процесс, в Казахстане продолжается другая жизнь. И в большом информационном потоке не должна потеряться новость, как я считаю, которая только географически касается Западный Казахстан. А по большому счету нас всех. Сегодня эксперты сделали неутешительные прогнозы. Уральск может затопить так, как не топило никогда. Салем до стар, это Атимир Гали Ахатный, и мы идем прямо по Кунаево. Итак, что происходит сейчас в Западно-Казахстанской области? Там введен режим ЧАЭС, но власти готовятся к худшему. Сегодня туда полетел президент, которому с высоты птичьего полета показали реальную ситуацию. А она, честно говоря, пугает. На утро сегодняшнего дня из разных районов региона были эвакуированы около 7 тысяч человек. Аким области на ремонт Урегалиев доложил президенту, что подтоплено 6 районов и сам областной центр, город Уральск. От паводка пострадали 552 жилых дома и 427 дачных участков. В общем, в стране власти не скрывают, что обстановка прям очень критическая. В МЧС перебрасывают дополнительные силы в Уральск. Место дислокации поменяли силы оперативной группы Мангуставской области. Они работали в Актюбинской области и вот теперь переброшены в Западный Казахстан. Известно, что Уральск заливает сразу с трех сторон. Город топят реки Чаган, Деркул и Урал. В Урале, самой большой реке, по оценке специалистов, уровень воды может подняться до 8 метров. Это критично. Но почему так происходит? Почему вдруг такой резкий подъем воды? Накануне уровень Урала в черте города всего за 4 часа повысился на 2 сантиметра. Вода уже на отметке превышающей 589 сантиметров. Есть прогнозы, что этот уровень вообще может подняться до отметки 8 метров. Только представьте себе. А в это время Сериклинского водохранилища, оно находится в России, в Урал спускаются рекордные объемы воды. И все это происходит в самом начале паводка на главной реке Западно-Казахстанской области. Почему россияне вдруг стали сбрасывать в Урал так много воды, когда летом, например, ее катастрофически не хватало? Все дело в том, что там выше по течению в Оренбургской области тоже сильнейшие паводки. Топит тот регион России и всю эту воду теперь сбрасывают в Урал. Который топит уже в Казахстане. Мои коллеги с региональных СМИ пишут, что если в прошлом году в реку сбрасывали 15 кубометров воды в секунду, то в этом году сброс увеличился аж до 870 кубометров в секунду. А как пишет издание «Власть КИЗЭТ», ожидаемые сроки вскрытия реки в Западно-Казахстанской области прогнозируются с 7 по 12 апреля. Казгидромет отмечает, что объем весеннего половодия может составить от 11 до 15 кубических километров. Это значительно превышает показатели прошлого года и приближается к рекордным значениям. А самое страшное, знаете что? Что в Казгидромете заявили, что все это было очевидно. И синоптики еще за три месяца до начала весенних паводков в Казахстане рассылали штормовые предупреждения в Акиматы. Однако чиновники проигнорировали прогнозы синоптиков и не оценили реальную угрозу паводков. А угрозы, между тем, были серьезные. Даже на встрече с пострадавшими от большой воды западно-казахстанцами президент сказал, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, то есть 30 лет назад. Однако нынешние наводнения стали более масштабными. Мы в начале осени, в начале декабря месяца, когда осенью прошли осадки и мы ушли в зиму с хорошим увлажнением, далее вы наблюдали, были хорошие морозы, глубина промерзания тоже была хорошая. В течение зимы наблюдались осадки выше нормы, и получается в течение зимы мы наблюдали хорошие оттепли. Это образовало как в снежном покрове ледяную корку и также ледяную корку на поверхности почвы. И уже начиная с декабря месяца мы штормили о том, что будут паводкоопасные регионы, подвержены западно-казахстанской области, Актюбинская область, Атырауская область, Кустанайская область, Североказахстанская область, Акмолинская область, Карагандинская область, Возвучно-казахстанская и Абайская область. Данные области были именно с высокими рисками паводков. Но как мы все уже поняли, синоптиков тогда так никто и не послушал. И что в итоге мы имеем? Режим ЧС уже объявляли в Кукшетау, Уральске, в Аягузском районе области Абай, где река вышла из берегов и разрушила часть моста, в Аркалыке и двух районах Кустанайской области, в районе Североказахстанской области и в городе Актюбе. Тысячи людей пострадали, сотни лишились своих домов и имущества. За все это извинился президент и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Окей, безусловно, помогать надо, но что будут делать в правительстве теперь, чтобы этого не повторилось? Вот что интересно. И еще интересно, понесет ли кто-нибудь персональную ответственность за то, что происходит? А то, что за все рано или поздно придется отвечать, я, например, верю. Казахстанцы в социальных сетях сейчас призывают оказать помощь пострадавшим. Пострадавшим в WhatsApp, в разных группах, то и дело приходят сообщения о том, где и кто собирает помощь для разных регионов страны. Так что, если есть возможность, помогите. В конце концов, практика показывает, что наше общество в большинстве своем доброе, эмпатичное, отзывчивое. Казахи всегда помогали друг другу. Вот и сейчас Сарафанная радио работает быстрее, чем некоторые государственные органы. Точно знаю, о чем говорю. Что еще обсуждают в социальных сетях? Конечно, в топе суд по делу Салтанат Нукенова. Сегодня четвертое или пятое слушание в столичном суде. Я уже сбился со счету, честно говоря. Сегодня продолжилось рассмотрение тем, что показания свои давал Куандык Бишимбаев, которого и подозревают в убийстве. Также ему свои вопросы задавали прокуроры. Во время сегодняшнего заседания суда начали изучать содержимое телефона Салтанат Нукеновой, а именно переписки в WhatsApp, фотографии и заметки. Далее, в субботу, 4 ноября, Нукенова пишет. «Жаннам, я тебя жду и тоже все поняла. Не пыли на меня, пожалуйста». Далее, от Бишимбаева в 13.44 пропущенный видеозвонок. Она пишет далее. «Жаннам, я в туалет зашла. Обувь протереть». Далее, голосовое сообщение от Бишимбаева. «Жаннам, я в туалет зашла. Обувь протереть». «Щипчики, чтобы ногти на ногах стричь». Так, далее, Нукенова пишет. «Все окей, куплю. Фильм в 20.40». Далее, пропущенный видеозвонок от Бишимбаева, Нукеновой. Далее, воскресенье, 5 ноября. Бишимбаев скидывает ссылку в Instagram. Далее, видео с зала ресторана. И Нукенова пишет. «Красиво». Далее, 7 ноября. Нукенова отправляет Бишимбаеву контакт под названием «Айжанамобил». Далее, 8 ноября. Бишимбаев пишет. «Салта, ты мне не заказала дезодорант? Я на спорте и вспомнил. Забыла, как обычно». Нукенова пишет. «Заказала Жанам. Сейчас привезут. Я в прошлый раз просто хотела позже курьера заказать. Здесь тебе отдам сейчас. Прости, пожалуйста. Я сегодня еще работу сделала по СММ. Ты еще едешь?» Это все вот переписка, получается. Он писал ей в 17.54, 8 ноября. Она отвечает в 17.54 и уже 54, 56, 57 вот в это время. И последнее сообщение. «Ты еще едешь» в 19.26 сообщение. На этом переписка заканчивается с Бишимбаевым. Так, далее. Далее. Так, есть вот с сайтом переписка, но здесь она, непрочитанные здесь сообщения. «Вообще сегодняшнее заседание запомнится моим коллегам, работающим в зале суда, спорами между адвокатами подсудимого и прокурором». «Я не окончила осмотр сотового телефона. Суд же вам, понятно, разъяснил, что будет предоставлена возможность, и вам дадут право обратить внимание на то или иное обстоятельство в данном сотовом телефоне. Дайте мне закончить осмотр сотового телефона». Суде сегодня также зачитали личные заметки Салтана Тнукеновой. В заметках девушка отмечает, что пребывает в стрессе от постоянных ссор. Так, далее. Заметки. Здесь нас интересует. Вот здесь видно. Можете огласить все заметки? Ну, хотя бы от 6 ноября 2023 года. По поводу Маляки. Так, провести конс с Малякой. Так, прогноз 50. Ну, если зайти в заметку, там написано «Прогноз 50» и Байгаринов Ерназар Серикович. Город Семипалатинск. Так, далее. То, что нас интересует. Можно у Бешимбаева спросить, что это означает? Вам известно? Провести конс с Малякой. Прогноз 50. С кем вы сказали? Сейчас. Да, консультация, это вот ее по астрологии. Прогноз, по-моему, это короткая консультация, 50 тысяч. А если там с натальной карты и так далее, 80 тысяч. Поэтому это отношение имеет к ее работе, к ее консультациям, что она занималась работой. Так, а здесь вот есть заметка. Вот 10 октября 2023 года. Заходим. Я уезжаю в Павлодар. и присмотрят. Такого характера. Заметка. Я, честно говоря, не знаком с этим текстом. Я вот первый раз его слышу. Про психотерапевта я все время говорил, что она, ей нужно на самом деле пройти консультацию в связи с тем, что у нее нестабильное вот такое психическое состояние все время бывало. А какой вопрос вы еще задали? По поводу измены. Она вас ревновала? Что это означает? Ну вот я говорил уже, что в тот период, когда она ушла в гостиницу «Жимбахтас» на два дня, вот так ничем не объяснимо, да, в связи с тем, что я просто задержался и в 21.30 приехал, не ответил на ее видеозвонки. Мы пришли, дома разговаривали. Я уже сказал, и салтоп, я вот рассказывал присяжным, мне уже надоело, ты можешь что-нибудь другое придумать? Она обиделась и ушла из дома, вот ушла в гостиницу «Жимбахтас». Но я в тот период тоже не стал ее ждать. Я думаю, ну если человек все время уходит, наверное, ему на меня наплевать. Но я тогда тоже сказал, не буду сидеть дома, не буду ждать. И вот потом у нас была переписка, что она говорит, почему ты вот женщин домой приводишь? Это вот в этот период. Девушка также писала, что любит его и ценит все, что он сделал. Но устала от вынужденных выяснений отношений, постоянных доказательств своей любви и оправданий. Также прокурор сегодня задал вопрос, почему Куандык Бешимбаев позвонил в ясновидящий, а не в скорую помощь, когда его салтанат стало плохо. Смерть Нукеновой наступила ориентировочно через 6-8 часов, что подтверждается результатами гистологического исследования, данными из материалов уголовного дела. вот вы ее любили. После нанесения ударов и до наступления ее смерти прошло 6-8 часов. Вы, любя, вот лицезрели ее с телесными повреждениями. Вот что вы на это можете сказать? Почему не вызвали вовремя скорую? Вот вы говорите в своих показаниях, что я позвонил гадалке. Вот она была избита, лежала. Вы сами об этом говорите, что не вставала уже. Почему нельзя было позвонить сразу в скорую? Вы звоните гадалке, ждете там сколько-то часов. Объясните. Может быть, она, если бы вы позвонили в скорую, она бы сейчас была жива? Уважаемый суд, вы задаст вопрос. Почему не позвонили в скорую сразу, а позвонили гадалке? Ну, вот это моя большая ошибка. Я ничего не могу сказать по этому долгу. Что еще было сегодня? Суд отклонил ходатайство адвокатов Бешимбаева о недействительности экспертизы тела Нукеновой. Что это значит? Сторона Куандыка Бешимбаева требовала признать дополнительную экспертизу тела погибшей недопустимой, потому что, по их мнению, были допущены грубые нарушения. Основная претензия, что к экспертизе были привлечены частные эксперты. Но в удовлетворении этого ходатайства было отказано. Также адвокаты Салтаната озвучили мнение экспертов. Могла ли Салтанат Нукенова умереть из-за удара во время падения? Как отметила юрист-консультант потерпевшей стороны Алия Омарова, в заключении экспертизы трупа Нукенова о каких-либо повреждениях, которые могли бы быть причинены при падении потерпевшей с высоты собственного роста, не отмечено. Расположение повреждений на различных атомномических плоскостях и их характер исключает их одномоментное причинение или единый механизм образования. Отсутствие утвержденных научно обоснованных методик, а также отображенных в описанных повреждениях для их установления признаков, лишает возможности по имеющимся данным определить последовательность причинения обнаруженных телесных повреждений. Пункт 17. Указанный объем субдуральной гематомы в скобках кровоизлияния под твердой мозговой оболочкой был установлен при проведении экспертизы трупа, в связи с чем данный вопрос необходимо направить экспертом, проводившим исследование трупа. Пункт 18. Черепно-мозговая травма, приведшая к смерти Нукеновой, сопровождалась в том числе массивной субдуральной гематомой в скобках кровоизлияния под твердой мозговой оболочкой и была причинена в результате совокупности многократных ударно-травматических воздействий травмирующего предметов, имеющих ограниченные контактные поверхности. Следующее заседание пройдет 8 апреля. Мы расскажем и покажем в прямом эфире процесс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ваши отметки нашей работы для нас очень важны.